Один только человеческий фактор или техническая неисправность тоже имела место. Специалисты еще будут разбираться. Но, тем не менее, в России до сих пор много дышащих наладан авиакомпаний, чье финансовое положение не позволяет ни привлекать квалифицированных специалистов, чтобы содержать парк воздушных судов в порядке, ни, как следствие, обеспечивать безопасность полетов. Зато они могут предложить низкие цены. Плачевное техническое состояние транспорта и, похоже, все тот же человеческий фактор привели к другой катастрофе, уже на Урале, вблизи Режа. В понедельник микроавтобус с призывниками, они ехали в Егоршино на медкомиссию, врезался в грузовик Почты России. Четыре человека погибли. Авария случилась на 75-м километре Режевского тракта. Зрелище не для слабонервных. Водитель «Газели», который вез призывников из Полевского в Егоршино, рано утром на зимней дороге не справился с управлением. Микроавтобус вынесло на встречную полосу, где ехал почтовый грузовик. Удар пришелся в пассажирскую дверь. Почти все, кто находились в салоне, просто выпали из микроавтобуса. Я вот закимарил, услышал крик девушек, поднял голову и видел, что машина уже занесла. И мы просто уже об что-то бьемся. И дальше я не помню. И помню, когда я уже на улице очутился. Суета, суета вообще. Кто-то кричит, кому-то больно. Погибли четверо. Водитель «Газели», две сотрудницы военкомата и 18-летний молодой человек. 11 пострадавших увезли в Режевскую больницу. В причинах катастрофы разбираются и военные, и следователи. Известно, что почти все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Вызывает вопросы мастерство водителя из Киргизии. Он управлял «Газелью», в которой ехали призывники. Возможно, из-за его ошибки автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Вторая версия – техническая неисправность. Сейчас остатки «Газели» находятся на техэкспертизе.